Грубо говоря, короче, в разных теориях есть семь уровней бытия. Живые люди находятся где-то на четвертом. Я могу путать, не углубляйтесь, четвертый, допустим, уровень, здесь живые. Потом идут там ангелы, архангелы, власти, силы и так далее. Вот эта градация, она есть в православии, есть описание в исламе, есть. И идет вниз еще там Руахтар, и потом туда пошли там джинны. Для низших миров высший мир, он очень привлекателен, потому что уровень энергии сильно выше. Поэтому низшие всегда хотят жить в высшем мире. Все как в жизни, ты хочешь жить там, где тебе лучше. И вот они хотят сюда перебраться. Единственным таким порталом для них является человек. Как они попадают? Теории, опять же. Я не сильно последнюю инстанцию, но вы слушайте, как я это вижу. Человек снижает свои вибрации на агрессию, злость, ненависть, страх до максимального низа, докуда может живой человек. И вот эта вот сущность, она тянется в позитив на максимальный случай, где он может. И здесь они когда сталкиваются, он переходит вот сюда. Но так как он не может перестроиться под нормальную жизнь человеческую, он начинает тебя двигать на агрессию, на злость, на ненависть и так далее. Он потому что питается низкими частотами, вибрациями. Если ты такую сущность притянул на агрессию, то эта сущность, скорее всего, она питается агрессией. Потому что вы притянули друг друга. Если эта сущность пришла на зависть, то это будет, посмотри, у него лучше. Если эта сущность пришла на обиду, то она будет заставлять тебя обижаться. Почему? Потому что он питается именно этой энергией, которую ты транслировал. И ты для него высший источник энергии. И он может тебя растянуть на всю свою жизнь. Когда ты кончишься, он перейдет в другой. К твоим детям, я не знаю, к соседу кому-то, кто будет рядом. Сущности, которые выше, высшего порядка. Это ангелы, архангелы, серафимы. Это сущности, которые служат нам, они помогают нам. То есть нет никакого наказания за то, что ты спасаешь души. Нет никакого наказания за то, что их просишь. Поэтому просить более высоких сущностей, высокого порядка, безболезненно, безнаказанно. Ямши, баксы, которые работают через духов, аруахтар, это тоже имеет место быть, и это хорошо. Но баксы, они иногда не берут человека, они говорят, не подходи ко мне, я не буду с тобой работать. Потому что если они зацепятся, придется вытаскивать и звать духов. Дело в том, что умершие, которые вот духи, аруахтар, они, которые потратили жизненную энергию на тебя, на восстановление человека, который к тебе пришел, они эту жизненную энергию забирают с бокса. И поэтому они потом не принимают. Три-четыре дня они не работают, то есть им надо восстановиться и так далее. Когда ты работаешь через ангелов, архангелов и вот туда, через высшие силы, то тебя за это благодарят. Ты помог, тебе еще дают. Важно работать с высшими силами. Вся черная магия делается через низа. Белая магия через верх делается, все. Когда ты работаешь через верх, сила в любви. Когда ты работаешь через низ, сила в агрессии, в ненависти, в жадности, вот в этом. И чем сильнее ты, жаднее ты, чем эта эмоция в тебе сильнее или агрессия, то ты тем-то сильнее как бы черный маг. Чем больше в тебе любви и добра и созидания, тем ты сильнее как белый маг. Все. Почему и говорят, что там зла на земле больше, чем добра? Потому что говняных людей больше, чем добрых. Сейчас все уже заметили, что расстановка сил поменялась. Сегодня любой может быть любым, и это уже видно в жизни. И в мире энергии то же самое я замечаю. Раньше такого не было. Вот раньше, если ты сущность вытаскивал, ты обязательно должен был отпустить их на четвертый, на третий уровень. То есть до дома, до его. Но у меня был случай буквально 3-4 месяца назад, когда я вытащил из женщины сущность, и она боялась идти вниз и просилась наверх. Я же не могу такие решения принимать. Есть такой Архангел Михаил в православии. Джабраил, по-моему, в исламе. К ним можно обращаться, в этом нет ничего такого. Я обращаюсь к нему, я говорю, пожалуйста, вот сущность душа, вот кто это, проводи его, пожалуйста. И он его взял и увел туда, наверх. До этого я ни разу этого не видел. И реально что-то поменялось. И если раньше они проявлялись, разговаривали, сейчас я их просто вытаскиваю, отчасти мне неинтересно стало говорить, но с другой стороны они перестали. Сейчас все реже и реже, которые разговаривают, они почему-то сами быстро выходят, и все. То напряжение, с которым я раньше это выбивал, сейчас это делается абсолютно все сильно мягче. А раньше это выбивалось все что-то через колено. Поэтому, если вы в ранних роликах посмотрите, я там очень агрессивный, очень такой высокого порядка мастер. И он вот так на меня смотрел, типа, как ты так спускаешься, выбиваешь, потом опять поднимаешься. У него был шок от того, что я делаю. На каких частотах ты работаешь? Я говорю, мне на каких надо, на такие я и спускаюсь или поднимаюсь. Абсолютно вариативен. Я по этажам хожу очень легко. Частота вибраций Земли поднимается, и поэтому высшие духи, высшие силы, они становятся сильнее. Вообще, 21 век, он весь настроен туда, наверх. Раньше правили низа, и поэтому обращались через низа. Потому что, если ты твердое захочешь убрать мягким, а ты не уберешь. Сейчас почему-то время ускоряется, вы уже все заметили, потому что частота вибраций Земли сильно поднялась вверх. И одна из теорий эволюции Земли, чем выше вибрации, тем разнообразней мозг, тем разнообразнее существа, тем они более красивые и прекрасные. И динозавры умерли, потому что они были на низких вибрациях. Выжили те, кто эволюционировал, и те, кто закопался в Землю. Те, кто в низких вибрациях, люди умирают. Поэтому очень много людей, которые умирают до 45 лет сегодня. Чаще всего это депрессивные люди. Я не говорю, что там умирают только в депрессии, но в этом что-то есть. Очень много стариков сегодня, которым 80+, 70+, и они позитивные, и они живут. Поэтому, если хотите долго жить, поднимайте свои вибрации и эмоциональные, и психологические. Медитируйте, занимайтесь йогой, пробежками, ходьбой. Высокие вибрации — это состояние любви и радости в теле и в уме. Весь твой психоэмоциональный фон, это ментальный фон, он должен быть в состоянии любви и радости. В эзотерических кругах говорят «Мастер Иисус», «Мастер Мухаммед», «Мастер Будда», «Мастер Моисей». Мастера, почему? Потому что они при любых ситуациях могли находиться в состоянии любви и радости. Они светились, независимо от того, что было вокруг. Таких людей очень мало. Я парочку видел, но и то они мигают. В постоянном этом состоянии находиться очень сложно. Очень много, знаете, амулетов, тумары вешают, там потом браслеты делают, набивают мантры. Но основная защита, самая сильная — это любовь и радость. Внутреннее состояние любви и радости, и тебе потом никакие тумары не нужны. Никакие обереги, никакие мантры, ничего не нужно. Состояние любви и радости — всё.